Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. По понедельникам и вторникам. В полдень. На Радио Болтком. Вместе с приглашенными гостями. Лидерами общественного мнения латвийского общества. Знаменитостями, авторитетами, представителями самых разных сфер обслуживания. Самые злободневные темы страны и мира со всех сторон. Разворот. Участие слушателей обязательно. Звоните в прямой эфир. Задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и WhatsApp. Дискутируем. Обсуждаем. Делаем выводы. Разворот. Добрый день, уважаемый радиослушатель. В эфире Радио Болтком. Программа «Разворот». Сегодня ее проведу я, Артем Липин, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи министр благосостояния Рамона Петровича. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, телефоны прямого эфира 67-212-93-9, 67-213-93-9. Также вы можете писать нам по WhatsApp у 2-3-0-61-91. Господин Петрович, ну понятно, что, наверное, такой основной вопрос, основная тема нашего разговора, она будет касаться центров социальной опеки, социальных домов, где, как мы знаем, очень непростая ситуация с COVID-19. Она не только непростая, но она еще и очень быстро развивается. В ноябре показатель заболеваемости в социальных домах был 7,4%, а теперь уже 13,4%. Ну, в декабре, вернее. Сейчас, за январь, мы пока еще не знаем. Ну, скажите, вот на данный момент те меры безопасности, которые вы предприняли, какие-то, может быть, другие вещи, насколько они работают? В Kontakt к этому которому есть. В Ситуация опройта центра и это неудобно. И это неудобно. И у нас есть ищи арбитнику издекшу. В частности, у нас очень груди изобретать эмоциональные, как у вас сейчас есть. И ситуация оттитая оттитая, как ваше время саслеждаем в области. Мы видим, что власти саслимсты, лидер то, в принципе, неизбежно носоргать, как вирус неизбежит институты. Нескатутся из то, как карантина и даст веида, а излигуми работают уже на павасаре. Клиенти недрīкст тикти савием тувиньеки, драги. Венега, как веида, вируси иклюз, то есть дарбиньеки, а также гады, когда клиенты отвертся на медицинские статусы, которые инфицированы вирусу. Ситуация шутбрид ир таза ви�льни беиди, ирка норимст, а откал узлесмо, истаде, куда венкопус живо, очень, ну, лео скаида. Принцип, это вина лела мая саимнедзиба. Нескатутся из всем дрощибаспасакумиям, а из того, как дарбиньеки очень сильно контролируют веселивные статусы, ищут институцију, то есть мэрит температура. Ситуация обгротина ареи таза, как беже вирус инфицированы без симптоми. А то, как дарбиньеки тихо, да не универтся, а универтся вирус инфицирована без симптоми. Иеродотись. Дарбом теку тестов, 15 минута наиболее, текусь отбилдом, или дарбник будет позитивный или нет. Шага неделя мы уже погащая неделя 2 годы у нас подчерем. Дарбник, который был симптоматист, тесты позитивные, и оборудоваться laboratorически, что тесты обстеприровались. а также результаты были позитивны. Лидер то, что все, по правилам и правилам, как правилам и правилам, это еще один вопрос, как измениться с инфекцией измениваниями. По поводу этих тестов одноразовых, если я правильно понимаю, то речь идет о том, чтобы эти тесты проводили сами работники соццентров, то есть это никто со стороны, врачи приезжают сами работники, и чтобы это происходило, они должны обучиться тому, как принимать эти тесты. И на данный момент, по крайней мере, вот об этом сообщает портал СМЛВ, что пока только пансионат Эзеркрасты ответил на то, что да, их работники согласны провести это обучение. Так ли это, или все-таки какие-то еще пансионаты отреагировали, и можно ли это сделать обязательным? Почему мы спрашиваем разрешение? СМЛВ, которые были принимать за лето гайзу, так как на министра кабинета, это нам отрежет все пансионаты. То есть это два варианта теста. Обсуждается ли возможность того, что работники социальных домов и Центра социальной опеки, что они будут вакцинироваться раньше, чем сейчас об этом говорит план? Если я правильно помню, план СПКЦ говорит о том, что вакцинация начнется в феврале, или даже в марте работников соццентров. Можно ли как-то подвинуть эти сроки, или что-то, ну, достаточно критическую ситуацию? К тому же, как сакцина, есть социал запробы центры. Это информация была, что это будет в 1,9 мая. И потом рīт тихо прежде всего информация, потому что у нас вакцина сакцина. Но большинство измахов будет наше время, и это будет нибудь сакцина. Ну, то есть, в любом случае, все равно все зависит от Министерства здравоохранения и от их плана, и от закупок вакцины, вот как они скажут, так, собственно, и будет. Ну, да, ну, висы, протams, откриды, ну, таза, цик, и отрабая наека месащем убакцины. Если у нас не вакцина, то мы не можем сакать, но они будут изстраданы планы, и мы мы с вами как другая, которая, которая неизвестна, вакцинации, как у нас есть вакцина. У нас есть... У нас есть... У нас есть... Принципа, 99% вакцинения. Так как вакцины и бревпрактики, это очень важно, чтобы клиенты дожат свою вакцинировать. То есть практически все клиенты готовы вакцинироваться? Да, потому что клиенты будут вакцинироваться. У нас есть институты, у нас есть клиенты, поимензерства, и они не работают вакцинироваться, пока они будут начать сарат. Они даже вакцины, которые будут вакцины, они хотят изменить работу. Они готовы вакцинироваться, чтобы пока не ускорить карантине. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Да, здравствуйте. Добрый день! Добрый день! Меня зовут Вадим. Я хотел бы провести аналогию с Италией, где в первую очередь начали тоже болеть, и очень много болельных клиентов и постояльцев социальных домов, где была очень высокая смертность. Очевидно, что здесь просится на ум русское пословице, где тонко там рвется. Простите, пожалуйста, вы могли бы сформулировать свой вопрос немножко быстрее, потому что у нас много истемных обсуждений. У меня дело в том, что я медицинский работник. Я когда-то работал в социальной сфере, и я хочу дать не вопрос, а комментарий. Если вам мой комментарий неинтересен, вы можете его не слушать. Не то, чтобы он нам неинтересен, но просто это скорее тема для интерактива, а не для интервью. Я напомню, что с нами на связи министр благосостояния Рамона Петровича. Совсем недавно, на прошлой неделе, вы тоже коллегам давали интервью, где сказали, что принципы эпидемиологической безопасности разрабатывает министерство благосостояния, но за реализацию этих принципов ответственны уже другие люди, в частности, скажем, инспекция здравоохранения. Как вам кажется, насколько это позволяет оценивать эти принципы? То есть, если, скажем, что-то пойдет не так, условно говоря, где проблема – в самих принципах или в том, как их реализуют? И если ответственны разные люди и разные сферы, что не будет ли конфликта между ними, когда будет пытаться определить, что же нужно улучшать реализацию или сами принципы? Лабклэйпс-министрия регулирует сэко лидзом актуалай информацией, кое снидзав веселийбс-министрия и Слинибас профилакс контролиста центра информацией, и, по сути, улучшем сэко лидзом актуалай rev unless наценивать реализацию Редактор субтитров А.Кулакова 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 Я правильно понимаю, что 16 декабря премьер-министр Кричинис Кариндж, он потребовал от вас и еще от министров здравоохранения и регионального развития, тогда это были, правда, другие люди, но тем не менее от этих ведомств, по крайней мере, потребовал немедленно действовать, чтобы как-то ограничить распространение COVID-19 в социальных домах. Это было в середине декабря. Редактор субтитров А.Кулакова 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 Трешая категория, я мэришалга, noteikti 608 евро. Мэр, казалось, что у Валсу и Пашу Володой Институту, самоперсону и дарбинейку атлитзиву литву, они снигнуты мэришалгу группу 100% скалу. Мэришалгу не варим полиелином. Камер нет никакой литвы литвы, там есть 10% пиемокса. Одно еще один, к примеруklift. Дарбинейки трешем, когда человеке, по одному, через 10% для десять, это посмотрим на 530 евро. Мои сериалы разные, как они не должны bölgenо, где наиболее, в качестве поставления посетов, но зачастую сыркувать основные, где составляют. И социалы дарбов, когда вы сماjesstoffaire, которые имели, есть именно пятиами пяти человек, но не Zac Google А�енгуба отличие отробнее пяти, 1745 евро. И девять человек группа трежды отробнее пяти, и 1290 евро. Я хотел бы уточнить, как закон не позволяет сейчас увеличить еще выше зарплату соцработникам, почему вообще такая верхняя граница существует? У нас есть еще один телефонный звонок, давайте мы его примем. Да, здравствуйте. Только желательно коротко вопрос, госпожа Петрович. Алло? Нет, в связи, к сожалению. Напомню, что на связи с нами министр благосостояния Романа Петровича, это программа «Разворот», ее веду я, Артем Липин. Говоря про зарплаты в целом, 2020 год ознаменовался действительно таким уникальным решением Конституционного суда Латвии. Вы сами говорили о том, что это действительно уникальная в истории Латвии происходящая вещь. И в итоге мы видим, что в бюджете 2021 года все эти решения были как-то упомянуты, и минимальная зарплата была повышена до 500 евро, о чем говорилось еще в прошлом году. Но вот в этом году все-таки получилось и повышение пенсии, и так далее, и так далее, и повышение гарантированного минимального дохода. Все это есть. Будете ли вы продолжать работу над этим, чтобы, может быть, в следующем году еще сильнее увеличить какие-то позиции? Может быть, уже не так массово, конечно, но какие-то вещи, потому что, конечно, гарантированный минимальный доход, он теперь 109 евро, а не 64 евро. Это прекрасно, но все-таки 109 евро в месяц это тоже не выглядит достаточно суммой для проживания. Да, ну, гарантированно минимальсиенокумсам. Та мэртис, протams, nav назинат наба дзибу vai nodрощинат цилвекам виски неpiecieшамаса вайдзиба. Это таза изтермина. Побласть, когда цилвекам нету грūтīбов, и это садит на тему неpiecieшамам вайдзибам, которые цилвекам родятся. Та пьетсамам вайдзиба, как идиница, цилвоклс, веселийбас, апрюпе, изглитиба, когда изглитиба и всем пьема, веселийбас апрюпе, пруцīгам персонам, а также компенсат цилвегаду и арстапмеклежам. Та гарантийтесь минималей сенокумс принципов, садит на артикстегаду. Там лаика посмам, когда цилвеки нету грūтīбов. Неапшалбами, как гарантийтесь минималей сенокумс, а ареи пенси, апрюпе, инорбаза, ир пастракт. Та не может быть константс лилум, как это было прежде чем-то годом, но шага минималей пенсии апрюпе, инорбаза, 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 инорбаза. Инорбаза, как видите, Если конкретно ответить, есть ли шанс, что гарантирует минимальный доход, то они таки вырастут в ближайшее время или пока на этом уровне? Как я уже сказал, то тогда лидца 1. июля тихо изстрадаватые критерии, как тихо павроверты. Это будет отвергаться от мая саимницей, или тихо прилетать как-то святая метода. Да, шутбрид, ликума, иракстится, что не реталка, как рейзи три года, но я паврската. Но изстрадават критерии и методики, лидц 1. июля, тогда будет скаидрис, как паврскатится минимальный сенокумный слегс. Это не отвергает катего года, или реталка, но мая саимницей иенокума, и, конечно, на валсту экономическую аттестиву копума. Я уверен, что вы знаете, что Сейм в первом чтении направил законопроект, предложенный национальным объединением, в комиссии. И в ноябре, когда рассматривался еще вопрос о партнерских отношениях, вы достаточно, если я правильно понимаю, критично высказались по этому вопросу, задавая вопрос, готовы ли... Вы говорили, что это угроза семейным ценностям, и вы спрашивали, готовы ли вообще общество поменять свое отношение к ЛГБТ людям, и насколько это вообще сейчас нужно решать. Но это вы говорили про партнерские отношения. Каково ваше мнение про изменения в Конституции, которая предложила национальное объединение, чтобы поменять определение слова «семья»? Сатверсмс, это было бы разоград. Подседжение, это было бы разоград. Та ка муна цивилий куману, как и бэрни тэвы, лидер то, ну, сатверсмись, теса лейма, так как та лейма, лидер то, ну, тас манс узскats, что шеет, тат бут јносака, vai tas ir бэрна тэз, vai kāda cita atbalsta persona, ну, тāpat tās ir vientuļās māmiņas, un tad viņas arī varētu izvēlēties kāda atbalsta persona, kas viņām ir blakušajā periodā, palīdz aprūpēt bērnu, un saņem to saucamo tēvu atvaļinājumu. Ну, а ваша личная мнение, как вам кажется, стоит ли действительно в конституции указывать, что семья это может быть только союз мужчин и женщины, или все-таки не стоит этого делать? Es думаю, tur, tas jautājums tik tiešām ir referenduma jautājums, un sabiedrība ir jāpauž savā tieksme, un, protams, mazākumam ir jāpiekāpjas vairākumam, lai arī kāds tas sabiedrības lēmums būtu. Тā sabiedrība lems, tā arī būs. То есть нужно организовывать под таким сложным, неачевидным вопросом, referendumu? Да, 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 да. Да, 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 да. Буквально за час до нашего интервью, насколько я понимаю, вы были на дискус... ну, не были, а присутствовали с помощью, опять-таки, Зума, на дискуссии, которую организовала комиссия по социальным делам Сейма, которая была посвящена тому, насколько среда в Латвии, она доступна для людей с инвалидностью. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Это только тихо но паблла, но это полноценный вид собраказ, который будет живут и воспитать. Висус пакалпом, как и испадет, я бы, учитывая собрание собрание бюджет. Минуты собрание 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 собрания, и это является тем более чем, что год на год, кастратизмом, как и дарбете, и это очень много врачи, и инвалидизм, И, конечно, очень очень stark старая работа, я имею в виду изобретения по-настоящему культурному пакалпоему, и есть még. Это, что еще раз нету, очень многое оттенкова, это видоспийство. Да человек нету калрану за своими дизайвами, если человеку есть ноте, Позвольте скайдзу параксту, чтобы выиграть, как у вас есть. Ваши раки, когда выиграли, очень грустно, что, когда человек с инвалидом есть все, что они выиграли. Веда пиема – это очень много, где тоже есть очень много, А это не так, что это делается. Говоря об улучшении окружающей среды именно для людей с инвалидностью, чья это ответственность в первую очередь? Это министерство благосостояние или это все-таки самоуправление должно следить за тем, чтобы всем людям, живущим в этом самоуправлении, было комфортно? Лабклайпс-министрия изстрадала нормативно сактус по виду спеемы, но как истин что-то украшен, то есть счет губов, если цели то, то пропусто не можно знать, если видите вид спеемы, а еще приемы раз парку, то следующим заинформирование создал основу, а естественно возгортся к виду спеемы. И что в таком случае стоит делать? То есть это нужно, ну скажем, человек на инвалидной коляске, предположим, не может заехать в какое-то здание, куда ему периодически надо, но это может быть какая-то фирма, это может быть магазин, не имеет значения, где нет этого доступа. Ему нужно жаловаться владельцу этого дома, самоуправлению, стройуправе, министерству благосостояния. Кому? Каков план действий? Да. 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 А я про пандусы. Да, даже не про людей с инвалидной студией 3, а скажем, мамочки с колясками. Что в этом случае, есть ли какая-то улучшение, какие-то действия по этому поводу предпринимаются? Да. 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 Наowed sculpture a rkti pier вот или где т茶ем, piano특 d Emmy ,, да я те же маккорату пандемии из плоти волсты я ир тадет мазнозимии сикуме арку садзейвот я ирежу пейс амсарий тома издарить мая сапстаклью с но те кто есть в мире шем грутак бут макс ноги мая сапстаклью с бета севетем тас камни бишь они каши агер то есть маникюр вы тоже себе сэмиделы ну не маникюрами и то а Да, 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 да. Министр здравоохранения, все это проходит, звучат требования об отставке министра образования, пока они не прошли, но ситуация достаточно накаленная. Вот эти смены и изменения людей в Кабинете министров, как они влияют на работу Кабинета министров, на взаимодействие ведомств, потому что понятно, что Министерство здравоохранения сейчас одно из самых важных, и вы наверняка вплотную работаете именно с ними сейчас. Да, да, да. Да. Да, да. Да, да. Да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Министерство здравоохранения. Да, да. 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 С нами на связи была министр благосостояния Рамона Петрович. Далее в эфире программа «После новостей» программа «Встретились, поговорили» и на связи будет прославленная режиссер Светлана Дружинина. Программу провел Артем Липин за звукорежиссерским пультом Родион Золотарев. Спасибо, что слушали.